В эфире программа «Сделанная в Вятке». Добрый день, меня зовут Владимир Сметанин. Напомню, что программа «Сделанная в Вятке» – программа историческая. Здесь, в нашей студии, мы встречаемся с историком и одним из авторов проекта «Пешком по Вятке» Антоном Касановым. Антон, сегодня снова в нашей студии. Антон, добрый день. Добрый день. Мы продолжаем серию программ, посвященных истории вятского купечества. И вот очередная купеческая династия Кордаковых сегодня в нашей передаче. Много удивительных, конечно, вещей, связанных именно с этой семьей. Пожалуй, одно из самых таких ярких и лично для меня моментов. Антон, это правда, что один из потомков, один из представителей рода Кордаковых сделал научную карьеру и в свое время номинировался на Нобелевскую премию даже? Да, это очень интересный момент. Все знают магазин Кордаковский, который до сих пор существует в нашем городе. Кстати, тоже достаточно уникальная история, когда дореволюционный магазин, и он прошел уже, его история прошла достаточно большой период времени, и он сохранил название того человека, который основал этот магазин, того человека, который развивал, это Иван Семенович Кордаков. Но вот Иван Семенович Кордаков, у него было двое сыновей как раз очень интересных, оба занимались наукой. Один был географом и ходил в экспедиции Константина Арсеньева по Дальнему Востоку, а второй был энтомологом. Вот многие, может быть, помнят фильм, который назывался «Деживю». Там общий смысл был такой, что, значит, это фильм с Караченцем, с Евстигнеем, другими известными актерами. Общий смысл был такой, что в 20-е годы, когда в Советском Союзе был сухой закон, из-за границы прислали специального такого бандита, который гангстер такой из Америки, который должен был убить там местного какого-то криминального авторитета в Одессе, но ему дали легенду, что он ученый-энтомолог и передвигается на Суматору ловить бабочек. Специалист по насекомым. Да, специалист по насекомым. Как только что-то случалось, он сразу включал эту легенду и пытался соответствовать тому, как вообще статус профессора энтомологии. Но вот здесь как раз Кордаков Николай, он был не выдуманным, а настоящим профессором. Он сделал очень серьезную научную карьеру. В Германии причем? В Германии. Причем он в 50-е годы, в 1956 году, он был номинирован даже на Нобелевскую премию. Он сделал ряд научных открытий. У него была огромная коллекция, но, к сожалению, Нобелевскую премию он не получил. Но, тем не менее, он очень котировался. При этом он еще был филателлистом и собирателем самых разных коллекций, и марок, и других каких-то очень любопытных изделий. И надо сказать, что они дружили с Набоковым, с очень известным писателем. Тот тоже коллекционировал и тоже был каком-то роде любителем энтомологии. И очень любопытно есть описание того, как Кордаков собирал свою коллекцию, потому что он очень много собирал экспонатов на Дальнем Востоке. А там люди все-таки очень сильно отличались от тех, кто проживал в центральной части России. И там случались самые забавные казусы. Например, однажды Кордаков хотел найти какого-то жука, какого-то очень странного, необычного жука, который водится только в тех местах на Дальнем Востоке. Он попросил ребят, молодых парней, которые бегали по дворам крестьянским, найти этого жука, потому что, как правило, этот жук водится где-то в поленице, где-то среди бревен. И потом выяснилось, что те перестарались и полдеревни буквально разобрали, то есть там поля на эти валялись разобранными, такой хаос. И мужики местные собрались и говорят, кто это сделал, так вот, дескать, это для какого-то ученого. И говорят, ну вот этот ученый бронили его, пытались даже найти его и применить меры физического воздействия. Но, слава богу, Кордаков повезло. Было другой случай... Нашли того самого? Видимо, он все-таки нашел. Было другой случай достаточно забавный, потому что не все тогда понимали, среди крестьян, кто такой ученый-антомолог. Казалось, что, ну, если ученый, то, скорее всего, врач. И действительно, Кордакова, когда он был в экспедиции, приходило большое количество людей, в основном женщин, и просили вылечить от тех или иных болезней, и он пытался доказать, что он на самом деле не доктор, он не умеет лечить, он ученый, он собиратель, он исследователь. И вот через все это приходилось ему пройти. И в этом контексте я вспоминаю другого, очень интересного персонажа вятской истории, Николая Чарушина, это брат Ивана, по-моему, Чарушина, который занимался фотоискусством, кстати, фотоискусство очень тесно связано с теми Кордаковым, Кордаковых тоже. Николая Чарушин был в Забайкалье, и тоже в экспедиции ездил в Монголию. И в Монголию он столкнулся с тем, что он не мог сфотографировать местных жителей, потому что они отказывались это делать, они думали, что из фотоаппарата влетает какое-то страшное существо, которое пожирает их души. Да, это очень страшно. И тогда приходилось прибегать к каким-то очень экзальтированным методам, например, подкупать знать, чтобы знать, значит, соответственно, оказало воздействие на простых ребят, чтобы они фотографировались, или каким-то образом еще пытаться маневрировать. То есть таким образом он сделал целый альбом снимков. И вот у Кордакова была примерно такая же история. Вообще семья очень большая, и вот потомки Ивана Семеновича и Кордакова, они по всему миру, можно сказать, разошлись. Такая любопытная история. Один стал ученым, другой тоже занимался наукой, но пропал где-то в экспедиции на Дальний Мосток. А сейчас в настоящее время неизвестно, где Кордаковы осели, чем занимаются? Ну вот, в принципе, генеалогия их прослежена достаточно внимательно, тщательно. И современные потомки живут и в России, и за рубежом. То есть это была очень большая семья, где насчитывалось достаточно большое количество детей. То есть как и во всех купеческих семьях. Вообще это революционная традиция, когда многодетные были семьи, поэтому, в общем-то, здорово, что нашлись и современные представители семьи, которые взялись за исследование, за генеалогию, и проследили ее до достаточно раннего периода времени, до 17 века, до 18 до начала 19. В общем-то, если говорить про купеческий период развития семьи, то купеческий период начинается в начале века 19, когда был такой Иван Максимович Кордаков, который, собственно, и перешел в купечество в 1925 году. Это просто котельнич родина. Да, родина котельнич и уездные различные деревни. В целом, можно сказать, что первоначально это были черносочные крестьяне. Они прошли очень большой путь от крестьян к мещанам, то есть жителям города, простым до купечества. И третьей, и второй, и потом первой гильдии. И в конце концов уже представители этой семьи, они преодолели именно купеческую среду уездного города и перешли уже купеческую среду Вятки, то есть это крупного губернского города. И их знали не только здесь, в Вятке, но и в Поволжье, в регионе, и даже за границей они были известны. То есть вот такой вот масштаб их был деятельности. Но если говорить про первоначальный период времени, то они даже не имели своего какого-то места оседлости, то есть передвигались из деревни в деревню, будущие хлебопашцами, людьми, которые работают на земле. Но семья, видимо, росла, кто-то отделялся от родителей, переезжал, положим, соседями. То есть это такие естественные процессы миграции и в конечном итоге они основали деревню Кородаковская, которая стала уже родиной для многих поколений этой семьи в Котельническом уезде. Ну и, безусловно, начали уже перебираться по их ручку в Котельнич. Ну и надо сказать, что человеком, который стал настоящим двигателем, маяком развития этой семьи, это был Михаил Кородаков, который активную судебность вел во второй половине, значит, первой половины, ну можно сказать, что сороковые, тридцатые, пятидесятые, шестидесятые годы, девятнадцатые годы, для того, чтобы точно очертить вот именно этот орел, именно хронологические времены. Про этого человека можно сказать, что он отличился практически на всех поприщах, о которых он участвовал, и, наверное, его судьба, это такая одна из классических судеб многих вязких купцов, которые не концентрировались на чем-то отдельном, то есть не занимались только оптовой торговлей и все больше ничем, а пытались как можно больше применить для себя каких-то различных амплуа. То есть это и благотворитель, и человек, который участвовал в городском управлении, это и промышленник, это и оптовый, и розничный торговец, это и человек набожный, который помогал церквям, то есть чем он только не занимался. Человек такого широкого... Да, человек очень большого формата, и вот Михаил Иванович, он, конечно, оставил очень глубокий след в истории не только котельничья, но и вятки. Но если говорить про котельничь, которым он проживал, то первоначально он стал все-таки первостатейным купцом, торговал все-таки сырьем различным, ну и, соответственно, хлеб, лен, кожи и так далее. Ну и орел его торговли он постоянно рос, то есть надо сказать, что даже в Европе его очень неплохо знали, он постоянно ездил туда, причем иногда не по самым положительным поводам. Например, бывали случаи, что товар не продался, и приходилось ехать, например, в Бельгию или в Англию решать эти вопросы. Но вообще, конечно, для купца из котельничья это очень большой размах, это льстит семье, что такие именно дела там, они проворачивали. Но при этом, конечно, они стали еще и промышленниками, то есть кожевенный завод свой основал Михаил Кородаков, это был очень востребованный завод, работало там до ста человек, обслуживающего, скажем так, персонала, прибыль он приносил тоже весьма немалую, и этот завод действительно стал визитной карточкой его. При этом Кородаков, он старался проводить какие-то пиар-мероприятия, говоря, опять же, современным языком, потому что продукцию нужно сбывать, и участвовал в сельхоэсных ярмарках и выставках, которые происходили в Вятке в середине 19 века, имел неплохие результаты, и за счет этого продвигал свою продукцию, сбывал ее даже в армейские части, что считалось для купцов очень хорошим результатом, поскольку госзаказы – это всегда очень прочное и надежное дело. Но эти же ремни, сапоги и так далее. Да, но и поскольку у нас, значит, один из тех организаций, которые всегда очень неплохо себя чувствуют, это виноторговля, да, не случайно Вяческий спонсор нашей передачи, у него, у Кородакова был свой винокуренный завод, который тоже приносил ему часть прибыли, и поэтому у него были самые разные предприятия, еще был лесоперерабатывающий, скажем так, завод, то есть лесного отрасли тоже его интересовало. Поэтому вот три этих завода, они как раз занимали его большую часть времени, но, тем не менее, он уделял очень большое внимание городскому управлению. И здесь нужно сказать, что Котенича, в общем-то, большая часть городских голов как раз была из рода Кородаковых. И были люди, которые по 20 лет были городскими головами, но и Михаил Кородаков тоже достаточно много времени провел на посту Котенического городского головы, отметился там многими позитивными какими-то вещами в области благоустройства города, в области развития его инфраструктуры. Это же касается и духовной части, поскольку, как мы уже много раз говорили в нашей своем передаче, что купцы были набожные люди, настроенные промонархические, и очень большую часть своих капиталов отдавали на реконструкции церквей, на строительство и так далее. Архитектурное наследие, наследие в том же Котениче. Да, еще у Михаила Кородакова было два дома, насколько я знаю, они сохранились. Но я могу сказать про город Вятку, ведь в городе Вятка сохранилось как минимум два здания, которые имеют прямое отношение, ну и Михаила Кородакова, конечно, к Ивану Семеновичу, но тем не менее к купеческой семье. И я думаю, что любой человек, который нас слушает, может вспомнить их. Первый, это знаменитый Кородаковский магазин на перекрестке Спасской и современной улице Ленина, когда он появился, это перекрестка Николаевской и Спасской. Вот, этот магазин в свое время прославился, но думаю, про него мы еще поговорим. Давайте чуть позже поговорим, да, у нас сейчас необходимость прерваться на небольшую рекламу, скоро продолжим. Продолжаем мы наш разговор с историком и одним из авторов проекта «Пешком по Вятке» Антоном Касановым. Напомню, что сегодняшняя тема передачи это династия вятских купцов Кородаковых. Ну что, продолжаем, вот уже поняли масштаб, да, размах деятельности этих купцов, где только они, что называется, не нашли ту нишу, в которой можно заработать. Ну не только заработать, конечно, но еще и... Ну да, и надо сказать, что это еще не все. Дело в том, что Михаил Городаков еще и был основателем общественного банка в Котельниче, при этом это случилось в 1962 году, и это был третий в губернии общественный банк. И на мой взгляд, это очень серьезное достижение, потому что... После Амфилатовского слабоста? Амфилатовский банк был основан в 1910 году, это был первый вообще банк здесь, в нашем регионе, крупный общественный, независимый. Ну а потом в Вятке, в Вятке уже в 60-е годы шли точно такие же процессы, при этом, тут нужно отметить, что Петр Веретенников, который стал инициатором, он уже тогда не жил в Вятке, по большому счету, и, конечно, генеалогически относился к нашей земле и сделал основание банка, приуроченное к памяти его отца, Федора Веретенникова, но надо отметить, что вот Крадуков стал, можно сказать, в одну линию с такими вот людьми достаточно большого масштаба, Веретенниковым и Амфилатовым. Поэтому вот банк был основан, но банк был основан не случайно, а исходя из тех нужд, которые были тогда у молодого категорического купечества, и не только молодого, потому что оно очень динамично развивалось, и историки проследили процесс того, как постепенно увеличилось количество первостатейных и второстатейных гильдийских купеческих фамилий, и только к измещан переходили люди уже в купечество и так далее, то есть Катевич, он очень активно развивался, они выходили на новый уровень, и нужны были капиталы, где взять деньги, нормальные проценты и так далее, все это можно было сделать как раз в общественном банке, и вот как раз Михаил Кородаков этот банк учредил, и долгое время он был лидером этого банка, и на всю жизнь, можно сказать, до весь дореволюционный период времени этот банк носил во имя, то есть он себя таким образом увековечил в памяти этого банка. Можно пояснить цели этого банка? Цели этого банка, это в первую очередь дешевая выдача кредитов, это накопление капиталов как таковое, и плюс ко всему, поскольку банк носил широкое название общественное, громкое название, капиталу банка использовалась доходная часть также для того, чтобы поддерживать инфраструктуру города Котельнича, производить благотворительные проекты, в которых в том числе семья Кородаковых активно участвовала. Можно вспомнить то, что, например, Михаил Кородаков учредил так называемую девичью школу, то есть в тот период времени в Котельниче в 50-е годы, конец 50-х, начало 60-х шла активная дискуссия о том, что вообще нужно ли женское образование, нужно ли девушкам образование как таковое, может быть, не нужно это делать, и они, скажем, будут довольствоваться традиционным семейным образом. Женщина должна быть хозяйкой, воспитывать детей. Это вот консервативное представление по статьям Домостроя. Ну вот Кородаков, видимо, обладал достаточно прогрессивным пониманием того, что девушкам нужно давать образование. В любом случае, учредил девичью школу, которая сначала была таким средним учебным заведением, ну а в конечном итоге это все вылилось в то, что спустя годы она трансформировалась уже в гимназию женскую. Поэтому вот его роль в основании тоже очень большая, и дело в том, что он полностью спонсировал ее, и здание выделял, и деньги выделял. Когда выяснилось, что деньги, которые требуются за качество платы, за учения в этой школе, они слишком большие, и многие семьи не могут отдать, у них не хватает, то он решил датировать, сделал бесплатным, как раз обучение в школе в первый год, и в общем-то вложил огромное количество средств именно сюда. Но тут и помогал и банк, конечно, потому что у него были свободные средства, оборотные, которые пускались на вот такие благотворительные проекты. Близко всего, мы уже затронули религиозную тему, тут нужно закончить, что Никольский храм Котянища, это был как раз родовой храм, где крестили детей Кородаковых и так далее, они активно поддерживали его, но при Михайлове Кородакове состоялась перестройка Клабищенской церкви, полностью переделали под каменный теплый храм, и Кородаков сам приобрел иконы, и так далее, всю подноготную, этого процесса он отлично знал, и полностью профинансировал всю перестройку церкви, и, конечно, еще этим осталось тоже в истории. Вот такой вот был человек уникальный, который, мне кажется, отметился во всем. Можно предположить, что довольно высокий процент от своих доходов он тратил как раз на этом все, подгорительную деятельность. Действительно, значительную очень часть отдавал, видимо, но такой вот был человек, который понимал, что нужно развивать тот город, в котором он живет, был патриотом, что совершенно очевидно для нас, и, в общем-то, таким, наверное, нестяжательным, хотя отмечалось, что жил он весьма и весьма неплохо, в том плане, что у него была и прислуга, у него была большая семья, наверное, если так можно выразиться, гувернеры, то есть воспитатели его детей, но, тем не менее, все-таки здесь был определенный баланс между личными нужными и общественными. Ну, давайте уже, наверное, ближе к губернскому центру, да? Да, надо сказать, что вообще, в целом, Кордаковы, они не замыкались только на котельниче, и здесь у них, они вложили свой вклад и в губернскую историю нашу, историю Вятки, и вообще историю, наверное, России. Любопытный эпизод произошел, когда жил и активно действовал Андрей Кордаков, Андрей Прокопьевич Кордаков, было два брата, как раз Андрей и Иван, которые основали торговый дом Кордаковых во второй половине XIX века, и вот эти люди были очень патриотически настроены, и однажды Андрей узнал, что, оказывается, в Петербурге произошел знаменитый случай покушения Каракозова на императора Александра II, знаменитое происшествие, вкратце напомню, что там случилось. То есть раньше императоры не имели охраны, то есть как сейчас ездят многие чиновники с мигалками, могли выйти прогуляться, да, они могли просто выйти утром и прогуляться по Петербургу, и, в общем-то, никто их особо не трогал, никто не приставал и не ругал, скажем так, особенно сильно. Любой человек имеет свои слабости, почему бы не прогуляться утром, не подумать о жизни. И вот такая была как-то у Александра II прогулка, и, ну, собралась толпа зелок, просто ходила, посматривала на них, не вмешивались в эти процессы, и вдруг выскочил Каракозов с револьвером и хотел застрелить Александра II, и тут из толпы появился некий молодой человек, Комиссаров, который отвел руку Комиссарову, и Комиссарову не смог застрелить Александра. После этого Комиссарову оказали действительно очень большой почести, на государственном уровне, он был всячески обласком, он, кстати, спас царя, но свою жизнь не закончил весьма печально, тем не менее. Но надо сказать, что когда об этом узнали в Котельнище, был очень мощный патриотический порыв, отправили специальное сообщение, что, дескать, предлагаем Комиссарову стать почетным гражданином города Котельнище, а также тройку лошадей, и Комиссаров ответил, что да, я согласен стать, ну, еще почему бы нет, на самом деле, вот, и лошадей тоже, в принципе, готов принять. В общем-то, он был рад такому оказанию внимания. Кстати, сообщается, что вот сообщение это он оплатил за счет города Котельнич, то есть сам деньги не заплатил за эту переписку. Ну, и вот в честь этого был очень мощный патриотический порыв, и Андрей Корадыков действительно хотел помочь Комиссарову и оказать ему большую услугу. То есть вот такой вроде бы маленький случай, но он освещался в газетах, и действительно люди были патриотически, промоархически настроены, и всячески обласкали Комиссарова, но он как-то слишком, скажем так, повелся на эти ласки. В конечном итоге занимался не пойми чем всю свою жизнь и закончил жизнь свою достаточно печально, то есть он ничего не добился в качественном ключе и, в общем, почевал на варах всю устойчивую всю жизнь, но он спас русского царя. Ну, а если говорить уже про вклад в губернский центр, то здесь нужно отметить Ивана Степановича Кордакова, то есть это тот человек, который в конце 19-го, начале 20-го века уже перешел к границе города Котельнича, переехал в Вятку, и здесь уже он основывает свой торговый дом, Иван Кордаков с сыновьями, и торговый дом занимается самыми разными торговыми операциями, и, в первую очередь, это торговля в своем собственном торговом помещении. — Вот надо полагать, как состоялся его переезд в губернский центр, то есть наверняка он по делам часто приезжал, да, и однажды стал вопрос о том, что надо переезжать, чтобы было комфортно. — Да, они постоянно бывали здесь, в городе Вятки. — Да, и само собой, что совершенно логично, что по мере увеличения своих торговых операций стал вопрос о том, что, наверное, было бы удобно сделать здесь какой-либо магазин. Ну, первоначально открывали лавки, но Кордаков решил пойти по пути современному, отвечавшему тем тенденциям, которые тогда существовали. Тогда в городах России уже появлялись большие универмаги, крупные, которые предоставили самые разные услуги и были уже образцом не просто стабильной купеческой торговли, а это уже был полноценный такой, можно сказать, шоппинг-процесс, когда человек приходит, и ему приятно здесь даже просто находиться. И тут как бы сама собой уже рождается идея покупки того или иного товара. Ну, вот про магазин Кордакова слагали уже тогда легенды. Во-первых, там висела табличка, что на все товары, значит, без торговли, без торгов, цена... — Нельзя торговаться, нельзя сбить. — Торговаться нельзя, да. То есть это не рынок, это не площадная торговля, это все очень серьезно. Если цена висит, то уже ее никак не оспорить. А во-вторых, этот магазин торговал без обеда и выходных. То есть там была команда определенная, где-то 10-15 человек работало, они сменяли друг друга, и в любой момент можно было прийти в этот магазин, что-либо приобрести. Даже для современного нашего города, и тут до сих пор есть какие-то магазины, которые работают с обедом, тогда, сто лет назад, уже Кордаков понял, что если ты хочешь заработать деньги, то должен бахать с утра до вечера. Ну и третье, то, что там продавались самые разные товары, это был действительно универсальный магазин, но там впервые в Вятке появились в большом количестве граммофоны, патефоны. И вот тогда уже, когда люди следили за техническим прогрессом, уже стали показывать у нас кино потихонечку, и фонографы появились, и так далее. Вот тогда люди приходили туда и покупали патефоны, и уже дома. Кстати, год, по-моему, не указали мы, 1914, да, открытие этого универсального магазина. Поэтому магазин Кордакова стал знакомым, конечно, на него равнялись, и сам Иван Семенович имел весьма неплохие капиталы. Но, как это всегда у нас в стране бывает, никто не застрахован от проблем, и вот началась гражданская война, и здесь уместно вспомнить диораму, нашу знаменитую диораму, где как раз изображен перекресток с Паской и Николаевской, и вот на диораме там идет толпа вооруженных, с красными флагами солдат, революционная толпа такая, и с крыши магазина Кордакова какой-то один мужчина стреляет в толпу. Ну, этот легендарный эпизод. Судя по всему, такой эпизод действительно имел место, но он совпал, конечно, с общей тенденцией национализации капиталов, муниципализации зданий и репрессий в отношении богатого авиатского купечества. И Кордаков не мог, кстати, смириться с таким поражением своим, поскольку, ну, представьте себе, семья развивается из года в год, наращивает капиталы, появляются новые идеи, они реализованы, новые проекты, они внедряются в жизнь. Тут к ним приходят комиссары и говорят, что, Иван, вы можете быть свободны, мы у вас все занимаем, все помещения, площади, вы выселяем вас, все национализируем и так далее. Он не мог с этим смириться, видимо, это был импульсивный, такой достаточно эмоциональный человек. Это был такой год, 1917-1918 годы. Да, 1917-1918 годы. И поскольку в России шла гражданская война, Иван Семенович счел для себя необходимо прикнуть белогвардейскому движению, ушел в белогвардейскую армию, к Колчаку и погиб на фронтах. А вот его семья просто растворилась по России, дети его стали учеными, переехали в другие города, занимались самой разной деятельностью. Но вот магазин от него остался. Еще остался дом, в котором жила его семья. Это дом, который на родине называют у нас дом людоедов. Дом, который располагается на перекрестке улицы Московской и улицы Свободы, ранее Царевской. Вот в этот дом семья Корадыкова вселилась в 1994 году, а сам этот дом очень и очень старый. Это один из первых деревянных домов, которые дошли до нашего времени. В 1795 году он был построен купеческой семьей Хриковых, еще одной известной семьей. И вот в этом доме жили Корадыковы, и там же находилась контора авиатского фотографического общества. Поскольку действительно очень многие тогда увлекались фотографией, Корадыков как прогрессивный человек считал, что нужно поддерживать это фотоискусство. Вот дом вошел в историю как фотодом, как дом, где жил Корадыков. Ну и третий, это дом людоедов, знаменитая история во время Великой Отечественной войны. Две людоедки вятские, Абатурова и ее коллега, Пелагея Клюкина. Они там проживали и вот там совершали свои адские злодеяния, за которые они потом были осуждены. Но, в общем-то, до суда дела не дошло. Когда их поймали и уличили в том, что они убивали детей в подвале этого дома, их растерзали буквально в тюрьме. То есть они не дожили до суда. Но вот эти страшные события происходили в этом доме Корадыкова, и на роде он назывался тоже нехорошим. И сохранились тоже сообщения кореведов о том, что и очевидцев, о том, что еще в 60-е годы, 70-е, многие, гуляя по городу, пытались этот уголок обходить вообще стороной. Потому что люди, вспоминая это, падали просто в оморок многие. То есть они очень боялись того, что здесь происходило, легендарная там была береза, дерево, под которым захоронили останки людей и детские вещи, которые остались от жертв, людоедок. Но сейчас там все застроено. Но люди, наверное, не знают, где они живут, на каком месте. Ну, хорошо, не будем напоминать, что называется, бередите тираны. У нас сейчас небольшой перерыв, после которого мы продолжим нашу историю. Продолжается программа «Сделанные ветки». Напомню, что гость студия Антон Касанов – историк, один из авторов проекта «Пешком по Вятке». Сегодня говорим мы о династии купцов Кордаковых. Сейчас будем продолжать. Но, кстати, вот еще хочу поблагодарить нашего партнера, компанию «Вятич». Знаете, буквально недалеко от нас, находится у нас редакция рядом с Театральной площадью, на Московском 52 открылся, компания «Вятич» открыла новый крафтовый бар «Бар-Эль». Новая яркая точка на барном маршруте нашего города. Оригинальный интерьер, разливной крафтовый пенный напиток, небанальные закуски с креативной подачей и музыкальное оформление. Все это создает комфортную, расслабляющую атмосферу. И, кстати, специально для этого бара завод «Вятич» приобрел оборудование, позволяющее варить экспериментальные сорта пенного напитка «Московская 52». Ну что, продолжаем. Собственно, здание, вот магазина Кордаковского, оно как появилось на карте города? Ну, это было еще раньше, это в 70-е годы, 19-е века. Здание принадлежало банку Вовско-Камскому. Вообще, весь квартал от улицы Современного Ленина до улицы Царевской, то есть Свободы, там располагалось 4 банка. Нижний торговый банк, значит, банк Федора Веретеннику, опять же, далее Сибирский торговый банк, и вот наш банк, про который мы говорим, Вовско-Камске. Это как раз угловое здание, опять же, мы тут уже упоминали сегодня о том, что банки играли очень большую роль в жизни города, и опять же, для купечества это было необходимо, потому что необходимо было наращивать капиталы, получать доступные кредиты и так далее. Поэтому здесь все очень тесно переплетено, все эти темы, о которых мы сегодня говорили. И вот, опять же, Веретеннику и Кордаковы, мы раньше проводили определенную параллель, и те банк учредили общественный, и эти тоже, и вот они оказались здесь рядом с соседями. Но вот долгое время банк и магазин, можно сказать, даже соседствовали в каком-то роде, располагались в одном здании. И так, кстати, были знаменитые истории с хищениями, и банковские хищения. Из магазина Кордакова известно, что были попытки украсть какие-то товары, даже успешные. Но, в общем, это тоже такая типичная бытовая жизнь города. Кто-то честно работает, трудится постоянно, кто-то все время пытается что-то стянуть. Но, опять же, говоря про Кордаковых, мы отмечали масштабы деятельности, и, помимо всего прочего, помимо торговли, розничной оптовой, помимо предпринимательской деятельности, промышленности, банковского дела, они еще занимались и пароходством. Мы знаем, что с дорогами всегда в России были определенные проблемы, скажем так, и река играла очень важную роль. В том числе, как транспортная арка. Выходцы из Котельнича, Котельнича очень удобно располагается на Вятке, и наш город, соответственно, генетично. Ну, и Северодвинское пароходство было одной из тех, которое составляло гордость нашего, вообще, речной нашей эстези в каком-то роде. И вот, первоначально, еще Михаил Кордаков участвовал в основании этого пароходства, а потом так получилось, что Кордаковы породнились Булучевыми. Это очень интересно. Был такой, два брата, я уже сегодня говорил, Андрей и Иван Кордаковы Прокопьевичи. И вот Иван, как раз, он стал зятем, как раз Тихон Филиппович Булучев. Вот Филипп Булучев, основатель пароходства Булучевых, он, как раз, и они стали родственниками с Иваном. Тот стал Ивановым зятем. Ну, и вот в какой-то период времени, уже это чуть позже, во второй половине 19 века, Кордаковы стали распорядителями этого пароходства, и очень активно в этом плане действовали. Действовали, причем, не в одиночку. Им помогали их родственники Булучевы, и их партнерами стали Прозоровы в этом плане, и некоторые даже купеческие представители из Котельнича, поэтому вот они даже и пароходством тоже занимались. Но здесь еще важно, мне кажется, отметить такой момент, как вообще родство нашей купеческой династии. Ну, не секрет, что роднились. Все они очень активно роднились, и если там проследить по генеалогии, то все кому-то в каком-то роде родственники. Например, Иван Семенович Кордаков, про который мы сегодня говорили в связи с магазином, последний представитель династии, он был женат на дочери купца Сенилова. Ну, а Сенилову, это известная очень только фамилия, про которую, правда, чаще всего вспоминают в связи с тем, что композитор Владимир Сенилов, он вот очень сильно отличился уже в начале XX века, когда его различные произведения стали исполнять. Императорский придворный музыкальный оркестр, а дом Сениловский нам известен как здание Кунсткамер, которое сейчас пустует. Поэтому вот так вот, тесно, были связаны Кордаковы с Сениловыми, с Булучевыми, с Прозоровыми. Ну, а уж если говорить про Котельнические купеческие династии, то все они были связаны с этим. — Кстати, супруга Ивана Семеновича, она ведь довольно серьезную работу проводила во время Первой мировой войны. — Да, в общем-то, как и все остальные. — С сестрой Милосердия, вот это уже явление, да? — Она содержала одну койку в госпитале, но, в общем, это была общая тенденция, тогда был очень мощный патриотический порыв, и в госпитале, которые тогда учреждались, там, конечно, отдавались очень большой купеческий капитал на то, чтобы поддерживать больных, раненых, ветеранов, воин, и это поддерживалось со стороны губернской власти. Чиновники брали на себя спонсорскую поддержку, то есть, чтобы определенное количество кроватей содержать. И как раз супруга Кородакова тоже содержала одну кровать, и, в общем-то, здесь мы опять же отмечаем, что Кородакова, как и другие вязкие купцы, на благотворительность тратили достаточно большое количество денег и понимали текущие нужды. Ну, и здесь же мы говорили про губернский город, да, хотя они были скотельничьи, он для них не был в каком-то роде родным, но потом уже, конечно, он стал для них очень важной и необходимой частью их жизни. И еще Михаил Кородаков, который жил в середине века, 19-го, он уже поддерживал, в том числе, публичную вязкую библиотеку, был ее, скажем так, жертвователем. И это было очень здорово, потому что библиотека тогда только развивалась, у нее было мало подписчиков, тогда в середине 19-го века около 50-60 человек были подписаны в библиотеке. Вот, и плюс ко всему, он, а также Михаил Кородаков поддерживал попечительство в тюремных комитетах, ведь тюрьмы государством содержались очень, скажем так, не мощно в плане финансовой поддержки, и действительно очень многие купцы поддерживали тюрьмы наши, исходя, опять же, из милосердия, сострадания, из религиозной составляющей, да, из чего греха натоить, никто не застрахован суммой тюрьмы. И здесь Кородаковы тоже понимали, что необходимо оказывать поддержку. И вот так далее, если посмотреть, в Вятке тоже очень много связей, вот таких вот благотворительных линий, в первую очередь. Мне еще вспоминается один момент, о котором я в перерыве упомянул, так вот понять, ощутить гордость за династию Кородаковых. Огромное количество, да, Антон уже рассказал, было предприятий у них, в том числе было предприятие по обработке, по производству овсянки, толокна, и даже в Англию это все поставлялось. Да, как я уже говорил в начале нашей передачи, что действительно вот эти товары, они поставляли за рубеж, называются страны Бельгия, Англия. То есть в Европе их знали, и эти товары пользуются популярностью. И я думаю, что это очень хороший итог их деятельности как промышленников и как предпринимательных купцов. То есть они здесь стоят в ряд с другими людскими купцами, которые вели заграничную торговлю. Но самый яркий человек, о котором мы здесь уже говорили, это Прозоров, которого знали очень плохо. Великобритании. Иван Степанович погиб, место, дата неизвестна. Да, погиб где-то в период Гражданской войны. Точно место и дата неизвестно, но поскольку время было очень такое серьезное, в том числе из-за того, что, в общем-то, бои велись уже в пределах Квятской губернии, поэтому... Близко уже подступили. Да, подступали, да. То есть известно, что в конце уже 18-го года в Кремле уже были обеспокоены ситуацией. И случайно сюда послали протерпение следственную комиссию по причинам сдачи Перми к Олчаку. И тогда сюда 5 января 1919 года приехали Сталины и Дзержинскими. Выясняли, в чем проблема, почему проигрываем постоянно. То есть ситуация была такая очень острая. Это кровопролитие, это ужасное насилие, которое везде творилось. И, конечно, Иван Степанович погиб. Но, наверное, в каком-то роде мы можем понять его психологию, почему он ушел туда, почему он воевал. Но я в этом случае обычно сравниваю его с Петром Клобуковым, потому что их магазины располагались совсем рядом, буквально в одном квартале. Их судьба в чем-то похожа. То есть тоже это национализация, это люди, которые лишились всего, причем всего того, что они заработали честным трудом. Они не наворовали и не украли это. Они это все делали своими руками, своими усилиями. Клобуков сбежал, просто затерялся, ждал падения советской власти. Умер в 1944 году в Карачаевском улице Краснодарского края, где работал счетоводом-бухгалтером. Никто о нем не знал, все его забыли. А вот Клобуков, он все-таки в традициях, наверное, этой русской души, когда уж жить так жить, то есть биться так биться, бился до последнего, погиб. И вот оставил себе память, как человек все-таки принципиальный, сохранил свой портрет. Это волевой человек, такой очень интересный образ, который, слава Богу, сохранился на старых фотографиях. И, конечно, человек был одним из очень ярких представителей купечества вятского дореволюционного. И очень здорово, что мы сегодня о нем поговорили, в том числе вспомнили котельничьи, какие-то котельнические дела, поскольку все-таки вятка, в моем понимании, она не замыкается только губернским городом, а это вообще регион и так далее. — Абсолютно согласен с такой позицией, да. Ну, а о потомках Ивана Кордакова мы с Антоном говорили уже в самом начале передачи, потому что буквально по всему миру они разошлись. У нас остается буквально две минуты до конца программы, сделанной в вятке. Я еще хочу напомнить о том, что у нас сейчас программы будут регулярно анонсироваться, в том числе на нашем сайте хоккейова.ру, и вы можете задать Антону интересующий вас вопрос. Пишите, заходите. — Да, кстати, нам задали вопрос. — Кстати, есть вопрос. — Вопрос. — Да. Владислав нам задал вопрос. Спасибо Владиславу, это очень интересный вопрос. Владислав нам сообщает, что он был на экскурсии в Казани, ему очень понравилось, и спрашивает, будут ли когда-нибудь пешком поведки для детей. Спасибо за вопрос, на самом деле. — Присутствие детей на ваших экскурсиях? — Да, дети ходят к нам на прогулки, поэтому можно к нам прийти на прогулки с детьми. На самом деле, но именно как-то что-то для детей мы никогда не делали, потому что мы разведут очень большая ответственность работать с детьми, что-то делать для детей, потому что это действительно очень важно. Плюс ко всему, да, но маленькие дети, какие-то младшие школьники, поэтому мы для них никогда ничего специально не делали. Но мне кажется, что прийти с детьми на нашу прогулку вполне можно, и многие ходят, и приходили даже с грудными детьми, с маленькими детьми. И мне кажется, что детские воспоминания, какие-то отрывки истории, да, то есть просто посмотреть на город, запечатлеть его в своих глазах, да, потом это все будет на всю жизнь, можно сказать. Поэтому, если вы хотите прийти к нам с детьми, то приходите, конечно, Владислав, мы будем рады вас видеть. Могу сказать, что уже 30 апреля у нас начинается новый сезон прогулок пешком повятки, они как раньше будут бесплатными. Следующая суббота. Да, увлекательными. Следующую субботу у нас будет прогулка по улице Герцена, приходите, поговорим про историю этой улицы, бывшей улицы Копанской. Расписание мы вывесим в наших группах в социальных сетях пешком повятки ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассник уже понедельник. Там станет понятно, когда будут какие прогулки, и вы сможете составить свой график. Ну, в общем-то, мы решили приурочить открытие нашего сезона прогулок к общему открытию туристического сезона в нашем городе, который тоже случится 30 апреля, который мы, конечно же, поддерживаем и считаем, что для того, чтобы люди знали свою историю, гуляли по своему городу, познавали его, здесь нужно всем объединяться, и вот мы поддерживаем то, что там происходит. Будем участвовать в открытии тоже. Я расскажу немножко про наши проекты, которыми мы занимаемся, а Станислав будет играть на винилых пластинках весь день. То есть, если вы любите старую музыку с пластинок, советскую в том числе музыку, он собирал очень много коллекционного советского винила, тоже будет играть. Там будет много всего интересного, я думаю, что вы легко найдете анонсы. Но если говорить про нас, про наши проекты, то сейчас мы уже доделаем нашу вторую книгу «Путеводитель». «Исчезнувшая вятка», «Путеводитель города, которого нет уже, я текст почти дописал, и сейчас все вступает в самую серьезную ответственную стадию. Надеемся, что к 12 июня мы эту книгу тоже выпустим. К День города. Люди уже в День города смогут с ней гулять и изучать нашу вятку, то, что осталось от нее, и то, что не осталось и так далее. Ну и уже в 20-х числах апреля, к 26 апреля ориентировочно мы планируем уже запустить наш сайт. Поэтому те люди, которые не смогут с нами прогуляться, они смогут все это почитать именно на нашем сайте. Тоже вся информация в наших группах, в социальных сетях. Такая история. Вот так, очередной сезон «Пешком по Авиатске». Увлекательное мероприятие, совсем скоро стартует. Гуляйте, интересуйтесь историей. Чтобы не мучила жажда, берите с собой авиатский квас. Да, почему бы. Надеюсь, что будет тепло. Да, да. Ну, согласно таким прогнозам, погода все-таки, хорошую погоду нам обещают. Спасибо. Эта программа сделана в «Авиатске». Антон Касанов, историк, администратор в проекте «Пешком по Авиатске». До новых встреч. До свидания.